Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 26. Данная беседа, как и многие другие, записана в актовом зале Средневской духовной семинарии при поддержке портала экзегет.ру. Псалом 26, подобно 24-му Псалму, является плачевной песнью. В то же время тон Псалма уверенный, лишен отчаяния. Псалмопевец в опасности, но в минуту шторма он обращается к Богу за поддержкой. Он уверен, что Бог позаботится, когда придет беда. Как считает протерей Николай Вишняков, темой Псалма является уверенность в безопасности под защитой Господа среди окружающих врагов и мольба об этой защите. Подобно предыдущему Псалму, автор 26-го выражает сильное желание быть в Доме Господнем, на месте, где Бог делает свое присутствие явным и ощутимым. Надписание Псалма именем Давида, спокойное упование на Господа в крайней опасности, любовь к посещению Дома Божия, а именно к скиньи, воспевание хвалебных песней Господу при совершении жертвоприношений, все это может свидетельствовать о том, что данный Псалом принадлежит Давиду. Заголовок Псалма «Прежде помазания». «Проту-христхенай» в разовом произношении или в рехлином «Проту-христхине», «христыне», который мы встречаем в общепринятом греческом переводе, по всей видимости, до V века имелось далеко не во всех рукописях Библии. Блаженный Феодорит не находил этой фразы в гигзаплах Оригена, но только в некоторых списках. По мнению Вишнякова, эти слова являются прибавкой греческих переводчиков, которая появилась как литургическая заметка в первые века христианской эры и была связана с совершением таинства «Миропомазания», которое издревле называлось «Хризма». Первый стих данного Псалма до сих пор является прокимным перед чтением апостола в «Таинстве миропомазания». Из греческого текста 70 заголовок Псалма «Прежде помазания» перетек и в «Славянский перевод». Рассмотрим сам текст Псалма. Стих первый. Псалмопевец начинает свою молитву с уверенности в том, что Бог может позаботиться о нем. Бог — это свет, который просвещает находящихся во тьме. В начале творения мира была тьма, но когда Бог сказал «Да будет свет!», мир стал преображаться и приобретать свою красоту и многообразие. По Библии темнота часто ассоциируется с беспорядком, растерянностью и в конечном счете со злом. Злые дела совершаются во тьме, и свет обличает их. Бог — не только свет для псалмопевца, но и его спасение, крепость, убежище среди скал, которое обеспечивает защиту от нападений врага. Два риторических вопроса «Кого мне бояться?» и «Кого мне страшиться?» имеют один ответ. Поскольку Бог — это свет, спасение и крепость, Он не должен бояться никого и ничего. Для древних христиан, которые подвергались гонениям за веру, слова «Господь свет мой» и «Спасение мое», «Кого мне бояться?» были важны при вступлении в церковь, поэтому они стали частью чина крещения. В следующих стихах, втором и третьем, псалмопевец представляет в уме два вероятных сценария нападения врагов. Первый сценарий — это нападение политических и военных противников, которые хотят пожрать его плоть. Второй сценарий — это нападение целой армии, развязывание боевых действий. Эти сценарии не говорят о том, что какой-то кризис в обществе уже наступил. Скорее, как царь Израиля, Давид мог подвергнуться таким атакам в любой момент гипотетически. Каковы бы ни были предстоящие угрозы, Давид не будет бояться, потому что Бог, его свет, спасение и твердыня. Злодеи сами приткнутся и падут. Самая важная просьба псалмопевца, который стоит в центре других стихов, 4-5, «Чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей». Другими словами, он желает пребывать в присутствии самого Бога. Храм показывает красоту Бога, но не само здание, а Бог является объектом внимания псалмопевца. Подобные же чувства завершает 22-й псалом. «Я пребуду в Доме Господнем многие дни» является началом 83-го псалма. «Как вожделены жилища твои, Господи, сил». Дом Господень – это укрытие от потенциальных потрясений. Божья защита подобна твердой скале, на вершине которой, выше поля сражения, можно обрести безопасное убежище. По апостолу Павлу, такой опорой живым камнем, на котором твердо стоит нога верующего, является Христос. «Если Бог исполнит просьбу псалмопевца жить в Доме Господнем, значит, Он одержит победу над своими врагами. Моя голова возвысится над врагами, которые меня окружают». Шестой стих. По предыдущим стихам псалма угроза от злодеев и противников казалась гипотетической. «Если». По шестому стиху создаётся впечатление, что враги уже действительно его окружают. Вторая часть стиха выглядит достаточно аутентичной в контексте жизни Давида. Вместо храма здесь упоминается шатёр, который в септуагенте называется скинией. Для описания жертв используется самый общий термин «зевах», который обозначает жертвоприношение вообще или благодарственные жертвы. Таким словом обозначались общественные богослужения, за которыми в жертву Богу приносились овцы, козлы, быки. Выражение «жертва-словословие» данного псалма показывает, что такие жертвоприношения сопровождались громогласными восклицаниями, всенародным громким ликованием, игрой на музыкальных инструментах. Синодальный перевод «петь и воспевать» не передаёт той яркости оригинального текста, в котором речь идёт о том, что псалмопевец будет петь в сопровождении музыкальных инструментов, например, на тимпане, псалтыре или гуслях. По стихам 7-й, 10-й. Проситель как будто уже оказался в доме Господнем и начал отчаянно призывать Господа услышать Его голос и помиловать. Он просит Бога не отворачиваться, потому что видеть Его лицо – это не только Его собственное горячее желание, но сам голос Божий, ищите лица Моего. Греческий перевод 70 заостряет внимание на том, что голос Божий исходит как бы из своего собственного сердца, словно этот голос совести. Сердце Мое говорит тебе. «Бог был помощником в прошлом, и теперь Он крайне нужен, потому что Он является Спасителем, даже если случится что-то невероятное, ибо трудно себе представить, что отец и мать оставят своего сына. Бог всё равно примет его, как забирают потерянный скот или людей к себе в дом или в город. Бог нужен, 11-12 стихи, чтобы удержаться на правильном пути, ведущем к жизни. Враги же пытаются сбить его с верной стези и тем самым увлечь в погибель. Бог нужен, чтобы защититься от вражеского произвола, когда в ход идут ложные свидетели. Не исключено, что за описанием дышащих злобой бунтовщиков стоит намёк на восстание Авессалома, который сначала выступал перед лицом народа от имени своего отца, а потом начал против него гражданскую войну. Псалом заканчивается на ноте доверия, 13-14 стихи. Хотя псалмопевец сталкивается с проблемами, он непоколебимо верит, что Бог будет благосклонным по отношению к нему, пока он ещё жив, пребывает на земле живых. Святитель Афанасий Великий в этой земле живых усматривал намёк на горний Иерусалим. «Партерей, вишняков, новую землю, истинно живых, где живут и не умирают, то есть в будущей вечной жизни на небесах». Автор данного псалма призывает всех своих слушателей или читателей также оставаться смелыми, надеяться на Господа и ждать, пока он ответит. Можно предположить, что в памяти у него пребывали слова, сказанные Богом и Иисусу на вину. «Будь твёрд и очень мужественен и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Выводы. Данный псалом может прийтись по сердцу тем, кто сталкивается с трудностями, но не унывает, а верит, что Бог благ, добр к каждому человеку, который ищет его присутствие. Молитва таких людей не связана с отчаянием, а с мужеством и терпеливым ожиданием. Первый стих псалма «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться?» В христианских сердцах находит отклик в размышлениях о Спасителе Иисусе, который сказал «Я свет миру». Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Действительно, только в присутствии Иисуса Христа у нас появляется такой тип безопасности, о котором псалмопевец в гуще жизненных потрясений мог только мечтать. Мы же по апостолу Павлу все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая, какая тварь, не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. В библейском словопотреблении понятие твердыня может, с одной стороны, и понятие крепость, с одной стороны, свидетельствовать, что в оригинальном тексте стоит понятие сила. Слово крепость означает сила. Но иногда бывает такое, что мы упускаем из виду, что за понятием твердыня есть не просто образ твердого камня, твердости, как камень, но образ скалы, на вершине которой можно не только увидеть, где находится стан врагов, но и найти какое-то безопасное убежище. Крепости, как в древности, так и в средневековье, строили на скалах, чтобы их нельзя было подкопать и чтобы создать естественные препятствия для преследующих врагов. Израильские пустыни были полны скал и разных ущельей, в которых были пещеры, среди этих ущельей в пещерах можно было укрыться от преследования врагов. И, следовательно, когда в библейском словопотреблении мы встречаем этот образ «Господь моя твердыня», это может говорить не только о том, что «Господь – это мощь», что Он сейчас всех тут разметает, Он ведет порядок. И это может говорить о том, что убежище я могу найти в Господе, в Нем могу найти для себя безопасное пристанище. За этим может стоять две исторические реальности, если приблизиться к земле. Первая историческая реальность. Давид спасается бегством, кроме Господа ему не на кого уповать. И он прячется в каком-то ущелье, надеясь, что с Божьей помощью враги пройдут мимо. И так он в Господе находит убежище. Вторая реальность связана с самим храмом. Храм был массивным, стены высокие и крепкие. Иерусалим и сама храмовая платформа действительно были надежной крепостью. При разрушении второго храма в 66-70-м годах, особенно последние два года Иудейской войны, 68-70, когда Тит обступил уже с войсками, представьте себе, что римские легионеры не могли взять приступом крепость в течение многих месяцев осады. Потому что действительно эта храмовая платформа была хорошо укреплена. И поэтому за образом храм, моя крепость Твердыня может стоять реальная крепость самого храма. Но, как мы знаем, от этого места, помните, апостолы сгорели и ионской, показывали на храм и говорили, вот смотри, какой чудесный камень, не осталось ничего. Как Христос предрек, не останется камня на камне, так на самом деле и произошло. Не осталось камня на камне. При этом дважды, один раз после разрушения первого храма, 587-й год, 136-й псалом говорит нам о том, что вавилоняне действительно сравняли это место с землей. «Истощайте, истощайте до основания» разрушили храм. Во втором случае, после Второй Иудейской войны, 135-й год Отверства Христова, император Адриан, как говорят, приказал плугом пропахать это место. И после этого перестал Иерусалим называться Иерусалимом, но приобрел античное название Эллинское «Элле Капитолина». Итак, вот что может стоять за образом этой крепости, твердыни, камня. В данном псалме есть еще одно слово, загадочное, которое на русский язык переводится небуквально. В частности, употребляется у нас из книги «Притч». Повторю цитату. «Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов». За этим понятием «мертвецы» стоит термин «рефаим». «Рефаимы». «Рефаимы». Это был такой народ ханаанский, великаны, огромные, здоровые люди. Вот мы встречаем с вами в богослужебных песнопениях упоминания Ога и Магога, двух царей ханаанских, которых Израиль победил и потом всю жизнь вспоминал, что ему удалось их победить. Потому что это были какие-то крепкие люди, богатыри, и ходило даже предание, что это те самые великаны, которые родились на земле после того, как ангелы падшие смешались с дочерьми человеческими. Так вот, после уничтожения слово «рефаимы», которые сошли в преисподнюю, то есть были убиты, стало нарицательным. И славянская фраза «Неужели врачеве выискресиат исповедаться тебе» говорит не о врачах, то есть целебниках, педиатрах, стоматологах или хирургах, а говорит как раз об этих рефаимах, которые по Ветхому Завету не могли воскреснуть. Все. Они до конца уничтожены, они в преисподней, и поэтому они не могут восстать из ада и что-либо представить пред Господом. Так вот, игра этих слов «мертвецы», «врачи» и так далее говорит о конкретной реальности, о ханаанском народе, который был истреблен до конца, и от него не осталось никого. Ну, это вот то, что стоит за, так сказать, за нашими русскими переводами. Спасибо с Продолжение следует...